Привет, Света. Привет, Миша. На меня оружием смотрят. Ну, сказали на землю. Я вот в плен, получается. Ваш сын находится в плену у нас. Вы это знаете? Нет. Мотор? Мотор? Мотор, Мотор. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я журналист, как мы вам уже представились. Как вас зовут полностью? Тимашев Михаил Сергеевич. Дата рождения? 1-го, 08-го, 92-го. Откуда вы? Город Псков. Часть должность? Войсковая часть номер 12-865. Должность механик-водитель МР-2. Это десант? Да, Псков ВДВ. Вы тот самый псковский десантник? Да. Наконец-то элита российских войск. Дмитрий Николаевич. Вас был уже. Нам повезло. Ну, было. Два было. Это третий. Это свежий. Да, но это свежий. Потому что вы зашли в Украину когда? 21 июля я пересек границу. А до 21 июля сколько похоронок пришло в вашу часть? Точно. Ну, цифру вам не скажу, но много как бы приходило. Ну, двухсотых очень много было. Да, да. Двухсотых и трехсотых, наверное, было. Ну, трехсотых я вам не могу сказать, но двухсотых много было. Как бы я хоронили, как бы, ну, много их. Ну, число. 10, 20, 50. Где-то около 20 человек я точно был на похоронах. Вы только на похоронах были? Да, 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 да. Ну, получается, ну, в церковь приезжая, ну, привозили, вот, гроб, вот, получается, вот, как. Ну, привозили в часть, вот, да, вот, ну, гроб. Мы из части уже, как бы, в церковь. Из церкви уже, как бы, мы возили на кладбище, как бы, возили, вот. А сколько у вас численный состав вообще полка вашей части? Ну, я только недавно, как бы, в этом полку. В этом полку я не могу точно сказать. Сейчас, тем более, я... Ну, сколько, сколько родов? На данный момент? Или вообще? Тогда, вот, когда вы туда зашли служить, сколько родов было? Ну, в Обской очень мало людей. Так как сейчас все находятся на территории, как бы, вот, Украины. Вот, сейчас там очень мало людей. Угу. И вы ездили на похорона ко всем этим? Да, ну, там срочники, в основном, у нас сейчас там остались. И те люди, которые, вот, ну, так как я вот, ну, поехал, меня отправили на переобучение в Волгоград, на ИМР переобучаться. Я вот приехал, и... Там, вот, ну, контрактников, ну, можно на пальцах было пересчитать. Там очень мало, ну, контрактников было. Там только одни срочники были. И те, у кого контракт кончался, вот, у солдатов, вот, они только оставались там. И солдаты срочной службы, и офицеры, вот, те, которые, ну, не поехали сюда. Я о другом, ладно, хорошо, с этим понятно. Вы были на похоронах у всех этих людей, да? И что на этих похоронах, о чем вы думали, о чем там говорили на этих похоронах, что между собой люди говорили? Ну, я как-то только не заслушал, не слушал, что там, говорит, ну, в основном все там родственники, как бы, были. Они, как бы, ну, есть, ну, плакали, как бы, вот. Плакали, рыдали, это понятно, но... Там же были, наверное, какие-то напутственные патриотические речи сопровождались. Ну, там говорили, там, ну, начальство, вот, которое, заместители всяких, вот, командиров там, ну, разные члены, как бы, они говорили. То, что, как бы, погибли, типа, вот, ну, достойно, вот. Достойно. Ну, да, как бы, я вот, ну, был там, я не знаю, как чего там. Я понял. А там интересовались, в чем именно проявляется это достоинство? Почему? Что, что, что имеется в виду? Да там, ну, никто не спрашивал, как бы, там, ну, как бы, траур какой был, как бы, это достоинство. А как вы себе это объясняете? Объясняли на тот момент? Ну, честно, у меня в голове вообще тогда, ну, ничего не было. Просто мне было жалко, вот, ну, родственников, родителей, этих вот людей, которые погибли. Жалость, это такое чисто человеческое чувство, это нормально, как бы, когда вы видите, что кто-то погиб, и их родственники плачут. Это всегда трагедия, это всегда плохо. Но вы должны, помимо чувства этого, еще переживать, видимо, какие-то мыслительные процессы у вас должны идти. Ну, как он погиб, ну, говорили то, что, типа, ну, достойно, там, ну, всякое, там, ну, вдруг там, мина, допустим, прилетела, там, где не бежал, но не добежал как-нибудь. Как бы, мыслей было бы много. Нет, это я понял, это вы сейчас говорите о том, что вы думали над тем, как именно, как происходил процесс. Ну, так вот, это больше. А вот, вот, зачем вот это вот все? А вот, 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 вот. Я сам себе задавал вопрос, зачем? Я даже не мог ответить себе даже на этот вопрос. Я не знаю, вот, зачем они даже вот поехали? Ну, как бы, ну, там даже вот, как вот, и меня даже не спрашивали, поедешь? Ну, хочешь ли ты ехать, как бы, ну, на территорию Украины или нет? Там даже не спрашивали. Да у солдат, как правило, вообще не спрашивал. Ну, да, как бы, вот, ну, меня даже не спрашивали, мне сказали, поедешь. Отдается приказ, но у солдата, он тоже есть мозг, штука, субстанция в черепной коробке, да? Там есть извилины, и они могут как-то двигаться, и это все переходит в тот процесс, что вот эти вот клетки, да, у вас, они вам говорят, да, я солдат, да, я служу, да, есть приказ. Но, а есть же такое еще понятие, как преступный приказ, то есть приказ, который заведомо не нужно выполнять. И в российском уставе нет такого понятия, как приказ сначала выполняется, а потом обсуждается. Это было в советской армии, такое было понятие, я так понимаю, более разговорное, а может быть прописанное, я не знаю. Но у вас была возможность подумать, подумать, да, вот, чтобы оно вот все это тут шевелилось, да, и подумать, а зачем я должен ехать вообще в Украину? И либо поехать, либо отказаться. Ну, у нас увольнение сразу как бы, вот то, что если отказываешься, увольняют сразу. О, как страшно увольнение. Мне просто, у меня как бы... А люди в гробах, это не страшнее, чем увольнение разве? Страшно очень. Ну, страшнее я или нет? Страшнее. Так почему же вы выбрали все-таки путь людей, которых вы видели в гробах, а не увольнение? Просто увольнение. Ну, не ради денег я поехал, потому что у нас в городе там зарплаты так маленькие, как бы я жизнь кабыну что-то хотела. Я не ради денег поехал, потому что сюда вот, ну... А ради чего? Ну, вот я только кабыну недавно, кабы, у нас зарплаты маленькие, ну, в городе вот Пскове, кабы, я там получал, кабы, ну, копейки. Да. Я кабы вот на контракт устроился, вот мне хотя бы какие-то там деньги хотя бы платили. Да, я понимаю. И вот им мне не-не-не сказали, ну, езжали, кабы, я только, ну, недавно... А что я кабы сделал, я только недавно на контракте. Так вы ради денег поехали или не ради денег? Мне кабы этих денег хватало то, что вот когда я вот устроился, мне вот этих денег хватало. То, что мне платят как бы то, что я домой приходил. Понял, но если бы вы не поехали, вас бы уволили и вы бы лишились этих денег. Да. И поэтому вы решили ехать. То есть, все-таки косвенно из-за денег? Может быть, даже да. Вы в плену находитесь уже несколько недель, как я понимаю, да? Ну, где-то вторая неделя где-то прошла. Всего лишь вторая неделя. Ну, тем не менее, хорошо, допустим, десять дней вы уже в плену находитесь, да? Вы до этого видели гробы, потом вы поехали. И только сейчас, в разговоре со мной, вы поняли, что все-таки вы поехали из-за денег? Ну, послушайте, ведь я же не доволен на вас. Я даже, ну, не знаю, что я ответил на вопрос. Может быть, даже и да. Может быть, то, что мне сказали как бы в приказном порядке, может быть, даже это и вот это. Но вы же могли отказаться. Мог. Ну, и вас бы уволили. Да. Правильно? Ну, вы хотя бы правильно и честно об этом говорите, потому что мы тоже знаем эту историю. Да, увольняют. Вот это все, что там посадят, да, там так далее, это все ерунда. Не сажают уже никого там давным-давно. Потому что тюрьмы были бы переполнены просто людьми, которые отказались. Но, да, увольняют. Увольняют. Штамп ставят такой интересный еще. Говорят, с какой-то скоростной печати ставят. Да, ставят печать, склонен к предательству, трусости, измене и все такое прочее. Нет, им не ставят. Это в ДНР ставят. Не знаю, Дим, не знаю. Допустим, допустим ставят. Ну, самое главное для нас тут мысль, что вы могли не поехать. Вы могли отказаться и вас бы просто уволили. Да. А пошли вы служить, как вы сами говорите, из-за денег, потому что копеечные зарплаты. А там была плюс-минус нормальная зарплата. Да. И вот вы едете сюда, потому что боитесь потерять эту работу, соответственно, эту зарплату. Да. Значит, вы едете из-за денег. Так же? Ну, логически как бы нет. Ну, логически. Да. Чисто логически. Кабыль из-за денег. Ну, а сами хорошо, ладно. И задели. А сами себе вы что вы говорите? Я еду защищать кого-то от кого-то или там капот. Я не знаю ответа. Я задавал, когда ехал сюда, когда летели, я задавал, я не знаю ответа. Для чего? Только вот ради денег, то, что может быть даже, да, скорее всего, из-за денег. А кого защищать, я вот не знаю. Вы убили кого-то? Нет, я ни разу, честно, ни разу не стрелял. А если бы выстрелили и убили, вы понимаете, что вы были бы просто обыкновенным наемным убийцей в таком случае? Да, я это задавал, ну, да. Ну, просто человек, который не знает цели, зачем, не понимает это, зачем нужна эта война, зачем это все, и стреляет кого-то, убивает кого-то, едет и летит изначально из-за денег, это просто наемный убийца. Или вы все-таки понимали цель этой войны? Нет, я до сих пор не понимаю, ну, ради чего вот это вот все, вот эта вот война. Хорошо. Как человек, который уже зашел аж в июле в Украину, да, вы должны были понимать, что было до этого, да, что было, начиная с февраля, да? Вот вы следили за какой-то информацией, откуда вы ездили? Ну, я только в командировке был в Волгограде, только по телевизору только вот смотрел. Ну, вот по телевизору, пацаны, вы как, и что там по телевизору вам говорили? Ну, то, что вот, ну, типа, ну, типа, Россия, вот, ну, типа, Мариуполь, типа, взяли, вот, там, как бы, ну... Да, взяли, Мариуполь, да, стерли с лица земли, да, взяли. Ну, только такие, то, что вот, ну, типа, погибло очень-очень мало людей, там, а когда я вот приехал в Абсков, да, вот, ну, там, ну, пацаны, вы говорили, то, что погибло, ну, то, что по телевизору говорят, это, как бы, я извиняюсь за такие выражения, все это пиздёшь, вот, ну... Ну, по телевизору вам врут, это понимают все, кто хоть чуть-чуть в состоянии, у кого там хоть что-то шевелится в этой черепной коробке, тут понятно, по телевизору вам врут, но меня не это интересует, мы все знаем, более того, это знают все россияне, все абсолютно знают, что по российскому телевидению тотальная ложь, понятно, но... Вы вот это вот все слушали, и что вы знали, что вы для себя понимали, что происходит вот на тот момент? Ну, типа, война вот происходит. Да, война происходит. То есть вы понимали, что Россия вторглась просто в Украину? Вы на тот момент это уже понимали? Не, ну, я, когда вот смотрели телевизор, то, что вот, ну, по телевизору, то, что она, ради чего вот Россия, ну, как правильно, ну, зашла, ну, типа, для чего вот она зашла вот сюда вот на территорию Украины? Просто вот, ну, для чего вот... То есть вы не понимаете? Я вот это вот даже не понимаю. Давайте попробуем опять логично, как с вашей зарплатой. Россия вторгается в Украину, там, по шести направлениям. Ну, допустим, давайте проще. Сумы, Чернигов, Харьков, Киев, да? Вот, берем вот эти вот направления, вот торгаются. Вот они доезжают практически до Киева, там их разбивают, они отходят, их разбивают по дороге еще обратно. Ну, кто-то доходит. Вот, в частности, эти гробы, которые привозили, это, скорее всего, ну, многие из них, наверное, это как раз вот из этого отход-выхода, вот этот момент был, да? Зачем одному государству, под названием Россия, вторгаться в другое государство, под названием Украина, и идти вот по вот этим вот хотя бы направлениям, которые я назвал, и пытаться зайти в Киев? Может быть, самая вот, может быть, территория, как бы, я вот, ну, не знаю, вот... Может, то, что вот... Я сейчас тут хочу порассуждать. Ну, может быть, территория, вот, ну, как бы, ну, может быть, сама вот территория, вот, как бы, да, вот Украина, вот, грубо говоря, вот Россия, вот, ну, Украина, вот, может быть, сама вот Украина. Я даже вам покажу, чтобы вам было проще визуализировать. Вот она Россия, вот она Россия на карте, вот она Украина, да? И вот Россия вот идет сюда, вот по разным направлениям идет, и вот пытается зайти в Киев. Вот зачем? Может быть сама территория вот может быть? Я вот не могу сказать. Это как бы политика, кого мне до этой политики? Не-не, я понимаю, политика, политика все такое, правды вы не знаете. Но я же пытаюсь с вами ее найти хотя бы примерно, хоть как вы ее понимаете, с логической точки зрения. Я вот думаю, что это ради территории, я вот думаю. Захват территории? Ну да, наверное. Я вот думаю, лично это из-за территории. Вы правильно думаете. Просто потому, что никто до сих пор не привел другого аргумента. Ну вот, да вот, когда я вот еще в Пскове был, вот еще до уезда вот сюда, вот на территорию Украины, то что вот Одесса, да, вот там же порт есть. Да. Вот ну может быть из-за Одессы, то что там порт. То, что может быть из-за Одессы. В разных городах Украины есть разные инфраструктурные объекты, интересные за оккупантом, это понятно. Я думаю, вот только из-за территории вот. Ну, попытка захвата Украины. Да я вот думаю, только вот ради этого вот только. Правильно? Ну, то есть вы все понимаете правильно. Если вы это понимаете, если кто-то понимает это по-другому, пусть вам объяснит тогда. Пусть пересмотрит наше интервью, общение с вами и объяснит вам, а что же это тогда было в противном случае, если не попытка захвата территории, которая, к счастью, провалилась. Но продолжается, продолжается по сей день, только она сейчас уже более ползучая, с одного направления, можно сказать, идет. С одной массой. И вот, вы понимали, что все это оккупация, что все это попытка захватить территорию. Вы осознавали, что вы оккупант, заходя на территорию Украины? Поначалу нет. Все-таки поначалу нет. А кем же вы себя считали поначалу? Ну, простым солдатом. Ну, простым солдатом, который вторгается на чужую территорию. Ну, я поначалу, я, ну, как сказать-то, ну, не считал себя оккупантом. Потом уже, как бы, да, вот, ну, подумал, вот, честно, когда уже, как бы, вот, а так-то, ну, я, 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 ну, есть, ну, вторгся на чужую, как бы, землю, на чужую территорию, вот. Понятно. Ну, так вот, тогда вернемся к тому, с чего я начал. Значит, на тот момент вы как-то себе это по-другому объясняли, видимо. Ну, ну, если вы не оккупант, то вы кто? Ну, на тот момент, как вы себя считали? Ну, то, что мне приказали, как бы, я поехал, как, ну, как солдат, вот. А, то есть вы смотрели чисто субъективно на эту ситуацию, да? Не пытаясь оценить ее, в общем, объективно. Ну, да, скорее всего, да, скорее всего, ну, да, вот так вот. А когда вы уже пытаетесь... Я не понимал даже, вот, чего вот тут вот происходит, да, вот, ну, как-то я вот, ну, вот, так вот понимал. Ну, я не знаю, как вам это удается, видеть все то, что происходит. Вы видели ракетные удары по Украине, все вот это вот, видели? Ну, как это, телевизор же смотрели. Ну, только если по телевизору только. Ну, ракетные удары по Украине, как это? Это же как-то надо объяснять. Ну, то, что вот, ну, они вот, ну, то есть, стреляли, да, там, ракетами, там, всякими, типа, ну, как Катюшек, ну, я не знаю, вот, типа, как, ну, Санцепелка, или как вот это. Да, да, да. Стреляли оттуда, только вот по телевизору, то, что вот видел, вот. Ну, так это же как-то надо объяснять, зачем-то это же происходит. Я вот, честно, не могу, то, что вот, ну, побыстрее, может быть, захватить территорию, вот, Украину. Да, понятно, ну, да, ну, это только так и объясняется, побыстрее. И так я же вам говорю, а вы когда ехали, почему вы считали, что вы не оккупант? Даже не знаю, вот. Удивительно, удивительно, но факт. И вы, вы сказали, вам лететь нужно самолёт. Да, мы прилетели с Апскова, вылетели на Елугу, ну, прилетели в Джанкой, в Крым, прилетели. Мы там переночевали ночь, где-то часов шесть, в седьмом часу утра мы встали, в восемь, где-то начало девятого утра приехали машины, в АМ-ки, ну, мы расселись и поехали уже, получается, 27-го, ой, вруне, 21-го мы, получается, да, 21-го мы уже пересекли границу. Июня? Июля. Июля? Июля, да. 21-го? Да, 20-го мы вылетели, 21-го мы пересекли, 21-го мы, грубо говоря, с Джанкой выехали. Да я понял, а кто с вами еще летел? Ну, это там около ста человек у нас было, ну, это со всей дивизии, вот. Это все выдавашники? Ну, да-да, это со всего города Пскова, со всей части. Как право, псковичи? Ну, нас, скобарями, скобари, скобари называют. Скобари? Да. А это откуда происходит? А то, что, ну, придумали самые сильные скобы. Нет, придумали самые сильные скобы, это, конечно, назвали. Киев, киевляне, виницы, виничане, жмелинка, жмелинчане, а псков, псковчане, псковичи, как? Ну, я привык, как бы, ну, скобари, как бы, ну, скобари да скобари, как бы. Я понял, для того, чтобы не произносить такие неудобные вещи, как псковчане или псковичи, вы себе придумали скобари. Не, ну, это уже давно вот это скобари нас называют, ну, из-за того, что скобы. И нас все, как бы, называют скобари. А так, как бы, псков, псковичи, как бы, блин, в основном как-то. Псковичи все. Ну, да, как бы, псковичи. Псковичи, я просто так на себя поинтересовался, ничего тут такого нет. И летят эти все псковичи, значит, в Украину, 100 человек. Да. Так, и дальше что происходит? Ну, мы переночевали, получается, ну, в Джампу, ну, прям на земле переночевали мы, ну, там, перекусили, кто, что с дома взял там, успел. Перекусили, переночевали, и 21 июля мы, получается, поехали уже на территорию Украины и пересекли 21. Приехали на место дислокации нашего полка. Я вот, ну, не могу сказать, мы, ну, долго очень ехали, почти весь день. Ехали к вечеру, мы приехали, ну, приехали мы, командиру роты, ну, сказали, доложили, что мы, вот, все, мы приехали. И вот, ну, ночь переночевали, и потом полночи где-то, ну, наверное, часа в два, наверное, мы следующей ночи, получается, мы уже, как бы, ну, поехали, как бы, нам сказали взять Андреевка, деревню или село, вот, надо нам сказали взять, взять деревню, две улицы и держать, типа, вот там оборону. Ну, ну, у нас не получилось это взять. Подождите, не получилось взять, как именно вы пытались это сделать, интересно? Мы зашли в деревню ночью. На чем? Как? Как вы были вооружены? Сколько у вас было людей? У нас где-то около, было около 70 человек. Все псковичи? Да. Все с палкой, с одного полка, вот. Мы полпути проехали на машинах, ну, на КамАЗах, на бронетанковой технике, ну, на легкобронированной полпути. И полпути мы пошли пешком. Зашли, получается, в деревню только чуть-чуть вошли, и по некоторым домам там, в подвалы мы расселились, грубо говоря, ну, несколько часов поспать, чтобы, ну, не ночью наступать, а днем, грубо говоря. Мы как только зашли, там, справа, врать не буду, второй или третий дом, мы зашли в подвал, там, как бы, ну, разгребли, доски там положили. Вы зашли в подвал с целью занять, как бы, позицию? Ну, пока просто переночевать, хотя просто. А, понял. Ну, я, мне просто еще интересно, знаете, как это занять позицию в подвале можно? Не, мы просто переночевать. Мы там, ну, камни, булыжники были, там, ну, они, ну, там стоят, на нас было там пять человек, шесть. Шесть человек, там, они, ну, камнями выстроили, как правильно сказать-то? Все-таки оборонительные сооружения какие-то, да? Да, пока что, ну, да, и оставить, поставили охранение, то, что вдруг чего там, я, ну, мы поспали почти часа третий, где-то мы поспали всего лишь или два даже, и начался, ну, где-то часов шесть начался бой, ну, это там постреляли-стреляли, там, где начался бой, вот так, в деревне, в деревне, ну, вот. То есть, где-то в километре от вас, там, ну, или прямо возле вас? Ну, недалеко от нас, вот, ну, на крайней деревни, грубо говоря, начался бой, там, ну, получается, наших заметили, и начался, начался бой. Ну, мы, получается, с подвала вышли, я там сразу спрятался, ну, на углу дома, а там, ну, слышал, там и двухсотые были, два двухсотых было, и очень раненых было, семь человек раненых. И нам пришлось, нам пришлось отступать. Мы, начиная, ну, вызвали, типа, ну, медиков там, чтобы, ну, потихоньку отходить нам, чтобы и двухсотых забрали, и раненых забирали. Там двое, двое вроде бы очень тяжело раненых было, а другие там, ну, кто в ногу, кто в руку, как бы, вот, ну, рано идти, как бы они могли, как бы, и мы, пришлось нам, ну, и мы все вышли с этой деревни. И все. Да, и мы потом, ну, там, недалеко от этой деревни, там еще километрах, наверное, пяти-семей стоит еще деревушка, такая, ну, небольшая деревушка. А мы в этой деревушке подождали, приехала, ну, наши легкобронированные танки, ну, и мы поехали в нашу лесопосадку, где мы, как бы, стояли, отъехали. Там тоже, ну, отдохнули, отдохнули мы, и нам сказали, типа, надо ехать, типа, в другую, ну, в другое село какое-то. Я вот, ну, название вот не помню, вот. И, ну, в этой деревне, ну, лесопосадка идет, а поле идет, и тут дорога возле лесопосадки. И я калышом, ну, по сторонам смотрел, и там вот, ну, украинцы, вот они вот, ну, как раз, вот я пока шел, пока по сторонам смотрел, и они, вот, смотрю, потом смотрю вперед, и они уже, ну, на меня оружием смотрят, ну, сказали на землю, как бы, я вот, ну, блин, получается. А остальные ваши? А остальные там сзади шли, я не знаю, видели они, что меня, как бы, в плен берут не видели, я вот этого не знаю, вот, не могу сказать. А дальше вы не слышали ни стрельбы, ничего? Нет, там постреляли, вот, ну, украинцы, в ту сторону, откуда я пришел, и оттуда пострелять буквально раз за два, там, по чуть-чуть короткой очереди. Вот вас взяли в плен, да, вот вас тихонечко раз, взяли в плен, а за вами же еще идут, там, на каком расстоянии? Ну, там, может быть метров 50, наверное, вот шли. Ну, где-то, да, ну, а если бы выпадали бы какой-то звук, вероятно, началась бы перестрелка? Ну, да, и меня бы, может быть, даже бы убили, а вы тихонько решили сдаться? Да, 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 я просто сразу мне сказали, ну, ну, на землю я сразу лег, ну, оружие снял, это, муха, это как, ну, это, я сразу все на землю положил. Ну, я смотрю, серьезная элита. Да нет, нет, я, как бы, сразу на землю лег, и все, как бы, ну, у меня, я и пополз туда, ну, как бы, туда вперед, по границам. А, и вы поползли, вас взяли в плен, дальше вы ничего не видели, не слышали? Нет, я, ну, лежал-то, ну, а там сказали, там было 13, ну, грубо говоря, 15 человек. И украинцы сказали, сдавайтесь, но не, так и никто и не вышел там с пулемета, пора стрельнул, и оттуда, с моей грубой стороны, с которой я подошел, тоже пора, короткую очередь устрельнули, и все, и больше стрельбы не было. И все, якобы, меня там уже увели, и... Понял, дальше, дальше, дальше ясно, понятно. Я вот открыл карту Пскова, наверное, Псков на карте открыл, да, Я смотрю, что Псков очень близко сразу же находится к двум соседним государствам, Эстония и Латвия. Да. А это правда, что псковичи очень часто любят ездить туда, на шоппинг там, еще зачем? В Белоруссию, да, ездят очень часто, и в Белоруссию, в Латвию, в Эстонию, да, ездят очень часто, там, как бы, очень дешево. А, из Белоруссии, да, еще. Да, и в Белоруссию туда ездят очень часто. А что вы говорите дешево в Латвии и Эстонии? Ну, там про Латвию и Эстонию я вам не могу сказать, но в основном ездят в Белоруссию. Я знаю, в Белоруссию ездят очень часто, так как там цены очень дешевые, и в основном все там, как бы, ну, покупают все там. Там и сигареты дешевые. Я дешевле, это не буду, не буду кривить душой. Я знал несколько человек из Пскова, они очень гордились тем, что они могут спокойно и беспрепятственно ездить в Латвию и Эстонию на выходные. Ну, про Латвию я вот не могу вам сказать, как бы, я знаю, про Белоруссию. А вы там бывали? Нет, я ни разу не был там в Белоруссии, ни в Латвии. А где вы были вообще за рубежом? За рубежом? Прави Украины, конечно. Ну, только вот здесь вот и все. Я вот ни разу не ездил туда вот. Мама вот ездила в Белоруссию. Псков – это хороший, чистый город, в котором люди живут прекрасно и счастливо? Ну, как бы, чистый, как бы, это уже от каждого человека зависит, ну, грубо говоря. Ну, к примеру, да, вот идет, ну, допустим, курит, идет, нет, был, мусор кулькин. Ну, это еще частично от муниципальных властей, знаете, зависит. Да, как бы, я даже в очень таких известных городах Европы гулял. И, знаете, да, от людей вроде бы как бы и зависит, но когда идешь по какому-то кварталу очень там продвинутого европейского города и не находишь на протяжении там 50 метров урну для мусора, то ты в то же самое время начинаешь находить бумажки, окурки и все остальное в любом городе. Потому что, ну, если нет урн, то люди начинают бросать все. Нет, там есть как бы, ну, и так кидают, и ворну кидают, как бы так, а так, как бы, красивый город, как бы, церквей очень много, как бы, да, вот, ну. И люди, и довольны своей жизнью, социальным обеспечением всем, да? Ну, как бы, социальные-то нет, как бы, зарплаты маленькие очень, там город, он сам город маленький, как бы, блин, зарплаты очень тоже маленькие. то что там вот он у военные да вот стоит но грубо говоря да вот дивизия это мы за этого цены у нас в магазинах очень большие из-за этого а цены грубо говоря чего потому что там или то что военные военных зарплаты хорошего да вот из-за этого цены как бы поднимают хорошие это сколько вот грубо говоря я вот грузчиком получал 20000 на контракт устроился 35000 заоблачные доходы все переезжаем псков из-за этого 10 разницы потребности другие на самом деле я понял не ну 35 тысяч просто ну мы здесь слышали такие цифры я вот у меня вот это начинаешь 35 я округляю там 34 бывало с копейками 33 я вот округлил 35000 вот но округлил да ну вы даже в большую сторону округлили все равно как-то не очень нужна я так вот так называемую спецоперацию не говорили что должны быть там 200 еще каких-то нет вот про это не говорили на 2 40 типом боевые нет командирот и говорю типа как наступательные вот это еще давно если мы будем куда-то наступали вот 50 там еще бы наступательные были бы а так вот ну который там остался за командира палка он сказал типа 40 по 40 баксов что ли по 40 долларов как-то так да 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 примерно такие цифры ну там разные конечно называли но мы это уже понимаем что это где-то от 40 долларов до там 54 долларов в день там по-разному называли все равно я так понимаю их никто никому не собирался до или он давали мне еще ничего не дали может давай позвоним спросим как там с деньгами на связи и сестра на связи у мамы два номера телефона ясно который неправильный ну я вот этот просто мамы легкий номер я вот этот списался на это мама потом дадим сестре на минуту я забыл так добрый день здравствуйте так ну значит я меня зовут владимир я журналист из украины и ваш сын находится в плену у нас вы это знаете нет уже знаете уже знаете мы сейчас записываем интервью я я я предупреждаю вас что этот ваш разговор с сыном будет записан и опубликован услышали мы сейчас берем у вашего сына интервью даем вам возможность с ним связаться этот разговор будет записан и опубликован я вас предупреждаю услышали я вас должен предупредить привет ну как дела у вас у нас нормально что там у тебя получилось с течение обстоятельств как у вас там погода как у вас там дела у меня тут нормально хорошо люди люди все будет хорошо не переживай все будет хорошо на бога надейся попроси свету чтобы она обратить чтобы обратились в комитет солдатских матерей чтобы мужа скажите что я в плену и вот это видео которое ну да скоро опубликуют то что я в плену она должна обратиться везде куда может обращайся обращайся заявление пиши свету проси чтобы там в интернете нашла комитет солдатских матерей чтобы звонили красный крест или как красный вот сюда короче куда можно и нельзя да можно только нельзя не надо туда как там дед валера а вообще они уже до этого интересовались где-то что ты не звонила никуда ну в начальство там никуда вот сейчас не звонила мне так я же не знаю где ты чего и как ну так спросить а я не говорю то что я уезжаю сюда я сказал то что я на учении уезжаю я не говорю разница говорили вы или не говорили спросить узнать а что там по телевизору показывают хорошего но поподробнее можно ну а я вот видишь наступил так что так что-то так ты один или вас там много как но но и или ваш весь танк да это как там чуть надо чему нельзя можно можно расскажите ваш танк весь или не весь до меня одного взяли а тут совсем ну как я даже не знаю как правильно сказать вот ну да хрена тут хватает вы или то российских войск и вам и виднее как правило не то чтобы ну ничего ваших убила кого-то а с дивизии вот когда конечно ну если я когда играли двоих да я не хочу они погибли не вы расскажите двоих убила у нас когда тут наступали ранило тут много людей тоже 7 человек ранило двоих убила когда наступали потерь нет своих не бросаем своих да свои россия своих мам не бросает вот да вот ну вы яркие примеры выдавая никто кроме нас мы своих не бросает так что так дядь валерий там привет передавая там да не оброс маленько так что такие вот нам дела вот да чё чё делать что делать звони там светки проси чтобы в это цвет это жена это сестра ну так сейчас еще и сейчас наберем можно вопрос один мы сейчас еще да сейчас еще поговорим скажите пожалуйста вам до этого вообще что-нибудь говорили про сына где он находится нет я матери не говорю что я уезжаю какая разница с части должны сообщить что ваш сын пропал без вести например ну правильно или не ну да ну да ну да ну видите как бы вот своих не бросаем а он в плену уже находится у нас две недели а вам до сих пор никто ничего не сказал он как будто до сих пор воюет а зачем вот это вот спецоперация ваша нужна не знаете я знаете я как будто знал что вы именно так ответить на вообще вот как вы лично думаете я понял а если бы сын погиб ваш вот это вот ну что я могу сказать что я могу сказать на все воле божье я понял за что погиб воевая он шел куда он шел служить он знал что будет всего ну естественно а что ну что вот что вот как мать я могу сделать я буду писать звонить не да я просто не не то что там как мать там и так далее там я просто ну думал может вы расскажете вот что вы думаете об этом во всем зачем нужна вот это вот вся вот эта война зачем вот эта россия пришла в украину что в чем смысл за чтобы погиб человек да вот если люди погибли за что они погибли в чем смысл да вот интересно ваши мысли у меня сейчас уже мысли вообще ни о чем поверьте вы мне вам безразлично короче мне мои дети дороги так правильно и нам наши дети дороги всем все их дети дороги поэтому мы думаем вот пытаемся достучаться как-то до россиян чтобы они ну дали нам хотя бы ответ то есть а зачем но в чем смысл зачем ваши дети идут наших убивать или нас убивать вот в чем смысл а зачем ваши дети донбасс убивали а какое вам дело что происходило с украинским донбассом я понял но это просто само по себе чепуха да что убивали донбасс да это просто ерунда да но я не 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 спорю с этой ерундой просто спрашиваю вас задаю вам вопрос какое дело вам россиянке живущие в пскове что происходило в украинском донбассе просто вот так вот правильно абсолютно правильная позиция идеальная если бы всей россии было бы по барабану что в украине то и в украине было бы хорошо и россияне по сюда не шли не гибли просто не было бы никаких проблем понимаете но если вам по барабану зачем вы мне начинаете рассказывать эту сказку про для безмозглых про убивали донбасс вот зачем в чем смысл зачем зачем вы это рассказывать ну откройте статистику по тому же донбассу посмотрите сколько там людей погибло вы знаете что за 8 лет вообще на всех приграничных территориях в совокупности погибло меньше людей чем за первых четыре месяца вторжения россии в украину полномасштабного только лишь за первых четыре месяца только лишь а так их десятки тысяч жертв уже а вам продолжают рассказывать про донбасс а что россия в четырнадцатом году забыла на донбассе в таком случае украинском а в крыму что забыла вот такие вопросы вам не задают очень жаль так а у меня же как бы цель поставить россиянам вопросы которые они сами себе не задают и дать пищу для рассуждений для размышлений которую по вашему телевизору не дадут например очень легко найти в ютубе где угодно у меня на канале можно зайти попросить я дам ссылку и вы увидите что россия зашла на донбасс в 2014 году то есть вас россиян не интересует что ваша страна делала на нашем украинском донбассе с четырнадцатого года но всех вас интересует зачем мы убивали донбасс вы понимаете насколько это идиотская постановка вопроса вот украинцам было нечего делать и мы просто брали и убивали жителей донбасса да вот мы вот такие вот вот нечего нам было делать а харьков почему мы харьковчан мы почему не убивали я не знаю днепромы почему там днепропетровске жителей почему почему именно донецк луганск вот почему так вот вот нам вот захотелось взять и вот убивать стрелять бомбить донбасс но это же глупо а знаете почему потому что война в четырнадцатом году началась только вы ее все не заметили потому что россия туда зашла но никому не сказала об этом хотя каждый кто мог поинтересовать хотел поинтересоваться мог бы поинтересоваться но нет не было желания зато теперь вы все рассказываете что а зачем убивать донбасс было ладно говорите маме пока я надеюсь вы можете это видео посмотреть потом в ютубе да еще какие-то выводы сделать но самая главная цель даже не это самая главная цель возьмите это видео пойдите покажите своим военным начальникам и скажите что ваш сын вот он он находится в плену украине он не пропал без вести и не погиб хотя вам вообще никакой информации не давали все мамуль давай пока человеку может быть плевать на то что убивают людей и в то же самое время призывы к молитве вот я вот не понимаю но вы же ничего не знаете про этот донбасс но зачем вы все о нем говорить но вы же не знаете ни как начиналось не что там было несколько уехала половина населения донбасса уехала оттуда сбежала сразу же как только туда россия зашла вам плевать на это для вас кто донбасс пушилин у которого вот это лицо не в экран уже не помещается вот это ваш донбасс а как же остальные которые были с этим не согласны которых по тюрьмам покидали порастреливали там это же не донбасс чё ж вам там травят вот эту вот сказку для безмозглых и вы все не верите вопрос зачем россия бомбить ракетами украины всю украину покрывает ракетами любой россиянин ответит а зачем вы убивали донбасс еще раз прошу вышел верите вот это вот нам было не хрен делать мы брали и убивали донбасс от нечего делать просто так вот хотелось так по телевизору так вы проанализируйте хоть немножко что у вас по тому телевизору поищите еще какие-то источники другие не блогеров которые на россию работают и не новости ваши которые официальные но загляните в украинские какие-то каналы посмотреть ну какую-то аналитику поднимите статистику поднимите задайтесь вопросом что ваши добровольцы ваша техника делала на донбассе уже с 14 года что она там делала если бы тогда первые смерти на донбассе появились из-за того что украинских активистов начали убивать это были первые смерти на донбассе и никто никого не бомбил никто никого не бомбил а уже когда зашла российская техника туда со всех сторон стала позанимала позиции началась война когда война до смерти бывают от этого только не было бы там ничего у вас никаких проблем если б россия туда не зашла вот и все не у вас там а у них там я уже с вами разговаривают жители мордву потому что с этими тяжелее всего одну минуту вашей сестре они вообще невинно их вообще мобилизирует насильно час не хотят ничего добрый день меня зовут владимир я журналист из украины хотите поговорить со своим братом разговор идет под запись и для публикации вы услышали передаю ему трубку привет цвет да нормально поговорите вы сестрой я подела что что у вас ты чё как там дела-то это смотри короче для тебя задание есть там это надо тебе чтоб ты обратилась комитет солдатских матерей писала там звонила в часть звонила писала там с валерой там посидите найдите номера вот эти комитет солдатских матерей это в интернете там и найди там красный крест какой-то там есть еще комитет солдатских матерей там я сейчас мамы тоже разговаривали я сказал что я тебе это скажу чтобы ты нашла там номера звонили сказали что я в плену там и вот это видео ну то может быть спросят то что доказательства типа ну какие доказательства что я там вот это видео да да конечно конечно и вот это видео ну то что меня ну допрашивают выйдет в интернет скоро никто не допрашивает ну я не знаю как правильно вот ну я додавал интервью и вот это вот доказательства будут то что якобы вот но в плену вот поняла я понимаю я понимаю хорошо мы все сделаем как там малые да как хорошо азинodar с динкой и дениской в травму ездили летом бабочки хорошо ездили один пока прыгал на батуте рукой свернул второй пока там разглядывал картинки в зоопарке шею свернул ясно ясно все с вами валера как нормально работает все хорошо нормально все потихоньку сделаем я вон смотря оброс так что такие вот дела можно вопросы с тобой поговорят добрый добрый день да я хотел поправить вашего брата у нас его никто не допрашивает во первых вы же добровольно с нами беседуете добровольно у нас добровольная беседа добровольное общение даем мы позвонить для того чтобы вы там могли обратиться чтобы там россия затребовала обратно для того чтобы нам нашего бойца тоже какого-то отдать забрать мы хотим потому что наши тоже там в плену есть если там россиянам на своих наплевать то нам на своих наплевать например да вот для этого мы это все делаем а я вас хотел поинтересоваться а что вы думаете вот об этой всей спецоперации об этой всей ситуации я скажу что я политику не лешу потому что я ничего в этом не понимаю и не разбираюсь я помню что-то ответил не нужны женщины же они в общем то тоже имеют право рассуждать или у вас нет интернет я вас умоляю сам там не сижу одни фейки только вокруг просто ваш брат ехал сюда и с ним еще ехала 100 человек и как минимум 2 и как минимум двое и как минимум двое погибли из тех которые были хотя на самом деле наверное погибли все но как минимум двое погибли вот так вы вот как женщина вот как может быть мать как сестра как вы себя вот объясняете за что гибнут эти люди зачем они я не могу ответить на этот вопрос я собрата туда не отправляла если такое принято решение то это принято решение сверху то есть вам же лично вам безразлично хорошо прощайтесь ладно свет давай пока там как так получилось что вот 140 миллионов россиян ну допустим ладно 40 не знаю а вот 100 миллионов россиян стали абсолютно безразличными к тому что происходит вокруг и на любой подобный вопрос отвечают я политикой не интересуюсь как удалось это сделать с целым народом ну как бы но но с моей точки зрения конечно ну допустим ну к примеру да вот как сестра вот да вот ну куда вот да да даже вот но я за себя вот скажу да и и даже вот видо из сестру куда вот ну мне простому человеку вот ну до политики вот но это мне было на хлеб на соль бы заработать подавать сестре вот приезжая но племянникам крестнику племяннику приезжает не до этой политики как вы знаете как тому но это как-то но они там честно вот на моем они там больше денег у простых людей вот у них у нас вот ну вот у многих людей да вот идет ветка газовая да вот ну провести просто пару труб для столько денег требуется а куда нам это ну куда нам до этой политики как бы я я вот на меня мне как-то вот на хлеб на соль домой прийти бы я мог бы конечно сказать что у вас и дальше будут пиздить деньги и вас дальше будут отправлять на смерть просто потому что вам плевать на это и вы не собираетесь не никакого участия принимать в общественной жизни того же места в котором ну и смысл смысл да вот даже если мы куда-то да и пойдем вот ну вот извините вот пример вот ну вот у меня мама вот уже живет великом новгороде я вот в обскоре служу да вот его там и был такой участок дороги там на тракторе страшно ездить было там этой дороге никто не занимался наверно ну блять наверно больше десяти лет наверное там я наверное у меня мама просто с великого новгорода отец у меня с обскова и меня всегда там но в детстве мама оставляла у бабушки в деревне из как как была дорога развел но и вот только недавно может в прошлом году и только сделали спустя может ли лет десять больше даже десяти лет двенадцать сделали только это то там писали бумаги и путину на это канал писали путину что снимали фотографировали то что узнал я вот но извиняюсь даже вот например примеру такие ямы в асфальте были по колено но почти что по колено да вот такие ямы были и как вот и там вот дорогу сделали там вот но дома до магазина до пятерочки надо продуктового нормального магазина ну вот это доезжали на машине доезжаем за 20 минут ну плюс магазине пока бог а с учетом плохой дороге мы час только туда едем и час обратно и мы писали все вся деревне соседней деревне тоже писали то что сделайте дорогу писали снимали на путину этот канал в интернете давали всем похеру было а по ну и как какое-то время там путин поменял там губернатора и губернатор это но на 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 байкере ездил на это мотоцикле и он прокатился и кое-как выбор денег с фонда и сделали дорогу хорошую спустя столько лет где только потому что губернатору там нужно было какой-то области тогда какой-то области то он прокатился там селигеровские озера есть озеро и он просто любитель покататься по району было сделать там дорогу спустя вот столько времени а ну вот мы писали звонили фотографировали прям на прямую путину как вы знаете это вот мы спустя столько лет только сделали а как еще в путин то что нет местного управления никогда без толку как-то вот ну и писали в город как бы саму в эту думу городскую я вам так объясню политику как разницу да между не то что нами и вами а разницу между демократической страной и не демократической страной в демократической стране я могу грубо сказать да вот голова сельсовета или кто он у вас там в общем самый местный человек который непосредственно отвечает у которого бюджет местный да он бы посидел бы сам бы в этой яме по колено постоял бы в нем да сначала неделю а потом бы взял бы ее и сделал потому что местные жители имеют полное право требовать от него привести его на это место и дать объяснение что и как это происходит да с демократической точки зрения силой этого делать нельзя но я не говорю за силу потому что работают обращение в полицию в местные советы вы можете обратиться а если уже это не работает тогда да люди идут и изъявляют свою волю вот почему в россии так ненавидят и так боятся и так люто критикуют наш майдан украине казалось бы это же у нас никакие не могу сказать как нет казалось бы это же у нас в украине майдан произошел какое вам дело до этого лет они прямо они его демонизируют а это всего лишь навсего вышли люди и сказали нет хватит красть так не будет будет по-другому и мы не хотим никаких таежных там союзов мы хотим жить как нормальные страны в европе любой пскович который это смотрит и который ездит кстати в эстонию и в латвию постоянно прекрасно знает чем отличаются там дороги и у вас дороги чем отличается там же есть и у вас же прекрасно это да и вот мы в один момент сказали мы хотим жить по таким вот стандартам мы не хотим чтобы у нас крали мы не хотим чтобы у нас чиновники чувствовали свою безответственность мы не хотим чтобы кто-то не мог никуда обратить чтобы мы не могли никуда обратить чтобы нас везде посылали давали нам отписки, чтобы мы по 10 лет дорог своих ждали. И у нас делались дороги. У нас делались дороги в стране. И у нас заработали инстанции. И у нас заработали институции, которые дают возможность контролировать чиновников и так далее. Заработали. Да, все это не сразу, конечно, пошло, не побежало. Но у нас уже не было так, как при Януковиче. Что они где-то вот там, а мы где-то вот здесь и между нами пропасть непреодолимая. Нет. У нас народ решает и народ проявляет инициативу. Вот в чем. Поэтому мы вам ничего объяснить не можем и не сможем. Вы считаете, что никто из вас ни на что не влияет. Вас зажмут, загонят вообще в конечном итоге. Просто вас уже загнали. Вы уже на данный момент идете в чужую страну убивать людей, потому что вам за это заплатили 35 тысяч. И другого варианта у вас тупо нет. Если каждый, кто это смотрит, каждый, кто слушал этот разговор, он прекрасно понимает, что это так и есть. То есть вы пошли в чужую страну на войну просто потому, что у вас варианта другого не было. Потому что вас загнали в такую ситуацию, когда 35 тысяч, а в Украине я не знаю, но это нормальная зарплата для кассира, который на кассе сидит в таком же магазине, как ваша пятерочка. И никуда не идет убивать никого. Я не говорю о том, что в Украине лучше, хуже. Да вам вообще не нужно думать о том, как в Украине. Просто россиянам нужно перестать думать о том, как в Украине. И все. И сразу же у вас станет лучше. И у нас вас не будет. Вот и все. Вся история. Ну, знаете, я-то вас понимаю. Ну, мне вот есть, ну, есть чем там дома думать. О ком и о чем подумать. Да. Как бы я, как бы мне, ну, честно, как бы я, ну, как так сказать-то. Как бы мне, вот, ну, грубо говоря, я вот приходил домой, как бы, ну, ну, в магазины, к друзьям ходил. Есть о чем подумать, грубо говоря. Ну, да. Как бы я об этой, честно, вот, об Украине, честно, я даже вот служа, как в армии, как-то, да, тягают какие-то одни и те же кадры по кругу, и тягают, и так далее, и так далее. Но это бесконечно происходит. Вы поехали сюда, в вашем случае конкретно. Потому что вы работали грузчиком за 20 тысяч, вам этого было мало. Вы пошли работать в армию, служить в армию за 35 тысяч, вам показалось этого достаточно. Если бы вы не поехали, вас бы уволили, вы бы лишились этой зарплаты. Соответственно, вас поставили в такие условия, когда у вас варианта другого не было, как только ехать, умирать и убивать. Потому что при прочих равных вы бы убили кого-нибудь, если бы смогли, если бы представилась такая возможность. Вы или он. То есть вы поехали убивать за то, что вам платят такую. И все россияне, которые сюда едут, большинство, поставлены в такие вот условия. Нищие люди, нищие люди, вот ваша вот эта вот великая Россия, а фактически мы здесь разговариваем, может, 400 интервью мы этих записали, и каждый раз мы слышим, что это нищие люди, которые поехали сюда, не понимая ни идей, ни целей, ничего. Просто потому, что их поставили в такие условия. И еще по телевизору им рассказали, что они делают что-то благое, хорошее и честное. Так извините, в Екатеринской Германии солдаты шли на Советский Союз, тоже думая, что они делают что-то хорошее, плохое. Они евреев убивали, думая, что они делают что-то хорошее, плохое. И убивали их детей, обосновывая это тем, что те же вырастут и будут убивать нас. Поэтому нужно убить и детей. Слушайте, так по вашему телевизору сейчас подобные вещи рассказывают. Абсолютно подобные вещи. Я вам могу привести пример, показать. И вы убедитесь, что это так и есть. Ну вот, к примеру. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Ну вот, послушайте. Он в начальном периоде просто на все. Сейчас, это фильм. Глава там основного коммунального предприятия под названием «Чистота» уничтожил все электронные блоки управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчасти. А скажи, пожалуйста, его расстреляли или нет? Он успел сбежать. А членов семьи не захватили? Ну вот, смотрите, Россия зашла в какой-то город. Там местное управление что-то там уничтожил. Российский ведущий на официальном ресурсе «Комсомольская правда» не стыдится задавать этот вопрос. Человеку сказал, а вы его расстреляли? Оккупанты зашли, он что-то уничтожил и убежал оттуда. То есть вы его расстреляли. И россияне это слушают и думают, да, ну нормально, все хорошо, правильно. Надо было зайти в чужую страну и человека, который что-то такое сделал, взять и расстрелять его надо было. Так это же мало того. Тоже не успели, да? Жалко, жалко. Ну самое главное. Жалко. А членов семьи не захватили? Тоже не успели, да? А членов семьи не захватили? И все, и вот эта вот чушь несется с российского телевизора круглые сутки. То есть это нормально убивать, то есть это нормально захватывать членов семей, расстреливать в затылок. И они нам рассказывают, что Буча это фейк, так у вас по телевизору вон призывают к таким вещам просто сидят. Прямо в прямом эфире и все нормально. Чем вы отличаетесь от нацистов, я вот понять не могу вообще. Чем, хоть чем-то. Чем вы отличаетесь от нацистской Германии, от солдат гитлеровской Германии? Чем? Да ничем. А чем ваша пропаганда отличается от пропаганды Геббельса? Вот вы только что увидели. Сколько вам таких видео показать? Ничем не отличаемся. Человек в прямом эфире выражает сожаление о том, что кого-то не расстреляли и семью его не захватили. Для того, чтобы его же шантажировать этим, это то, что сейчас происходит на оккупированных территориях. Людей унижают, сажают, расстреливают. Вы пришли какие-то освободители. И при этом вы не боитесь писать, что «А, хорошо пожили вы украинцы, теперь будете жить как мы». То есть они прямо это говорят. Понимаете вы, россияне, вы себя ненавидите уже до такой степени и свою жизнь, то, что вы живете вот в этом вот говне, что вы начинаете ненавидеть всех вокруг. И потом у нас спрашивают, откуда у вас ненависть к россиянам. В нас ракеты летят. Я спрашиваю вашу сестру, что вы об этом думаете? Она говорит, да, знаете, у меня это безразлично. Я политикой не интересуюсь. Я говорю, ракеты летят каждый день в Украину. Алло, ребят, что вы об этом думаете? 100 миллионов человек мне отвечают. Я говорю 100 миллионов, я 40 уже оставляю, что это плюс-минус меняемое. Может быть, допустим. Примерно население 140 миллионов. Из того, что мы разговариваем, 99% ответы именно такие. Какая она? Мы политикой не интересуем. Алло, ребят. Так вы ничем не отличаетесь от нацистов. Те тоже, видимо, политикой не интересовались. А солдаты шли и убивали других людей, другую нацию, потому что им так сказали, что это правильно. И думали, что они делают что-то хорошее. А остальные не интересовались. И нас спрашивают, почему вы нас не думаете? Абсурд. Что вы можете от себя передать россиянам? Что могу сказать от себя? Езжайте домой лучше. Не надо этого ничего. Здесь такие же люди, как и вы. Не надо войны. Да. Но руководству вашему плевать на то, что здесь такие же люди. Потому что у них есть цель. Тут люди. И не просто маленькие, а с большой буквы люди. Здесь. Вроде бы все. Но у них есть цель захватить Украину. Захватить как можно больше территории. Им плевать уже. Сколько людей ляжет во имя этого. Вы понимаете, как Россия выявит? Ну, стираются целые города просто. Нам приходится отступить из некоторых городов, таких как Северодонецк. Просто для того, чтобы его не сравняли с землей. Это, ну, я общаюсь с теми людьми, которые шли по этим направлениям наступления, которые рассказывают. При этом они жители того самого Донбасса, который мы якобы 8 лет бомбили. Россиянам не хочется с жителями Донбасса для разнообразия вообще об этом поговорить, о том, как их бомбили. Поинтересоваться и так далее. Потому что я с ними общаюсь. Там один из десяти только рассказывает о том, что что-то такое было. И то, когда мы начинаем докапываться до истоков, то получается вся эта история совсем не такая даже, как им рассказывать. Так сами по себе жители Донбасса давным-давно уже не хотят ничего. И просто хотят, чтобы их оставили в покое и спокойно жить. А Россия все продолжает настаивать. Что нет. Должно быть вот так. Не получилось. Не получилось выбить по Минским соглашениям. Не получилось, чтобы мы их выполнили на российских условиях. И они решили вторгнуться полномасштабно. Ну как же. Политически не получилось, значит надо вторгнуться. Вот такая история очень простая. Ладно. Все вроде. Я тоже исчерпываю еще. Я просто не знаю, что еще добавить. Вы хотите что-нибудь добавить? Да вроде бы я все сказал. Ну то, что не надо войны. Езжайте лучше домой. Разным и близким. Но вы это сказали, потому что вы думали, что мы ждем это услышать? Или вы это сказали? То, что вдруг меня потом увидит кто-нибудь. Образумится. С головой встретится и уедет. Ну не с головой, а с мозгами. В существо, я бы тоже. Если они в состоянии понять, что вы имеете в виду. А зачем мы это все делаем? Вы лично как для себя понимаете? То, что мы сейчас с вами общаемся. Мира хотите? Ну я вот так вот думаю. Ну так, если совсем обобщить, то да. То, чтобы с каждым ответственностью, кто попался, грубо говоря, в плен. То, чтобы до других людей потом, когда вот обменяют, если обменяют, донести до других людей. До других, не людей, а даже солдату, даже так вот сказать. Донести до них, что... Да или кей тоже. Потому что от людей все это зависит. Зависит, зависит. От каждого зависит. Не надо этого. Якобы, ну, вроде бы... Спасибо. Даже если люди не будут относиться к этому, так как относятся к этому россияне, даже если они просто будут говорить, я против. Просто говорить, я против. Если будут просто говорить, да нет, я против. Вместо того, что я политикой не интересуюсь, это уже в корне поменяется в эту ситуацию. Не, ну, я вот по политикой вообще, ну, куда мне до политики? Да при чем здесь политика? Господи, против того, чтобы людей... Против войны. А, вот это да. Это же война. Причем политика? Понятно, что да над всем там политика. Ну, вы себе придумали эту политику так, чтобы оправдать абсолютно все. Я говорю, против войны. Если россияне просто будут говорить, я против войны, все, солдаты, вернитесь домой. Я против этого, против войны. Когда в Штатах была ситуация, по-моему, вторжения в Ирак, если я не ошибаюсь, не путаю, да, в Штатах проходили митинги, манифестации, об этом говорили различные деятели на улицах, проводились соответствующие акции и были целые движения, которые говорили просто, вернитесь домой. Не нужна война. То же самое, ну, во Вьетнаме, во время Вьетнамской войны, то же самое это все было. Но теме отличается демократическая страна от недемократической тем, что там это можно было делать. А вот у вас, я вам сейчас просто покажу, ниоткуда на Беларусь готовилось нападение. Кстати, вы верите, что Украина хотела напасть на Беларусь и на Россию? Ну вот, смотрите, вот еще раз вам покажу. Вот Украина, вот Россия, еще здесь Беларусь. Вы верите, что мы собирались? Нет. А что у нас для этого было? Никто не хочет поинтересоваться? Честно, я даже ну не могу. Уравей на слона. То есть было так. Нет, что было, это, во-первых, ядерного потенциала не было, а во-вторых, вооружение в сотни раз хуже, чем у России. Меньше по объему просто. Невозможно. Невозможно. Зашли, разбили, уничтожили. Зашли, разбили, уничтожили. Как они рассказывают всерьез, что мы собирались на вас напасть? Дальше. В гусей верите зараженных? Нет. Это не так даже на вас, в России. Вы верите в зараженных гусей, которые должны были полететь в Россию и всех уничтожить? Ну а вот Михалков верит. А выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах украинцах, это... Мне так нравится, это выяснив. Где выяснив, что выяснив, у кого выяснив. Конкретно, что выяснив и чем это подтверждается. Но он выяснил, он выяснил, что в Украине готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах в Украине. То есть он выяснил, все. Норма. И дальше. Значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, рассчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская... Слушайте, ну это же не юмористическая передача. Это не кто-то играет Михалкова для того, чтобы над ним посмеяться. Это реально уважаемый в России человек несет вот эту чушь, что заражали птиц, рассчитывалась траектория их полета. Ну, плохо, наверное, он что-то несет. Сейчас финал. Вишенька натортит. Попытка, истребление вообще славянского этноса, как таково. Вот так. Получаем. То есть они не просто, эти птицы заражались, рассчитывалась их траектория полета, они должны были уничтожить конкретно славянский этнос. Получите. Распишитесь. И все, кто думают так, это в России сейчас уважаемые люди. А те, кто вот выходят вот таким вот образом, это враги. Показываю. Пожалуйста. Свобода слова. Да, кто-то парень идет на рожон. Парень вышел с чистым листочком. Бумажка просто стоит. Пустая бумажка. Пустая бумажка. То есть нести чепуху про птичек, которые должны были славян уничтожить зараженных, это нормально, это сейчас хорошо. А просто выйти с пустым листочком... Так я их отрагаю, потому что они уже просто... Да, у них просто пустой листочек. Все, забрали. Он даже ничего не сказал. Вон как они ходят, высказывают своим по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших. Вон как они ходят, высказывают. Видите? По заплакату нет фашизма, что людей подходит. Это вообще палку перегнуть. Молодец! В ходу! Николай, молодец! 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 Продолжение следует...